В этом видео мы попали на один реалистичный блок, на котором нам предстоит выжить. Причем реалистично здесь все, даже мобы. Давайте посмотрим, что из этого выйдет, ну а мы начинаем. Фласка, ты просто посмотри на этот блок. Да, он такой обычный, а я такая текстурированная шокопе. Фирова, блин, ты посмотри, это слишком реалистичный Майнкрафт какой-то. Эээ, да вроде бы обычный. О, смотри, на земле будто бы тысячу гор. Ой, господи, Фласка, это трава, там даже камушки видно. Короче, ребят, кто еще не понял, сегодня мы с Флаской будем выживать на одном реалистичном блоке. И здесь все реалистичное, даже мобы. Знаешь, в чем приколюхать? Чем быстрее мы с тобой начнем, тем больше мы с тобой увидим всяких рисунок. Нифига, оно такое падает, и прям так, ооо. Да, это просто капец, это прям реалистичный Майнкрафт. И посмотри, оно прям, ого, это дерево. Офигеть, насколько оно реалистичное, я в шоке. Офигеть, вот это красота. Не считай вот этих пикселей, когда ты ломаешь. Да, не считай пикселей. А так, дерево просто красивое. О, сундук. Нифига себе. Так, погоди, а почему все остальное выглядит максимально... Обычно. Да, яблоко какое-то обычное, но лежит оно красиво. Лежит красиво, а что оно сразу в инвентарик нам падает? Я не знаю, даже не рассмотреть яблочко, ёшкин-матрёшкин. Скрыч, давай ты лучше так, как ты. Надыбал всё дерево, сделаешь хотя бы верстачок, только давай не ставь его сверху, а поставь его тупо в пол. Тупо в пол? Ну давай. О-о-о. Просто капец, я такого реалистичного Майнкрафта в жизни не видел. Прикинь, у меня здесь, смотри, я могу потянет понять, что я делаю. О, господи, я никогда не привыкну к такому Майнкрафту. И я хочу, чтобы нам выпали какие-нибудь мобы, и мы посмотрели, как они выглядят. У нас же только что был таймер, я думала, сейчас меняется, что был блок, а они что-то не поменялись. Не знаю, там что-то было другое написано. Тут написано, что наша первая фаза это равнины. О-о-о. Снюхал. На тебя похоже чем-то. Да, на тебя похоже чем-то. Такой же грязный, как и ты. Да я пошутил, фласка, что ты. Но насколько эта свинка детализирована, я не могу. Слушай, я по приколу поставила вон туда дерево, потому что оно дико красивое. Ой, что это, погоди, мне показалось, что ты что-то поставил. Не, я ничего не поставил, я добыл бревны, я просто хочу сделать нам какие-нибудь инструментики. Допустим, две лопатки и две кирочки. Но ты пока что там занимайся. О, яйца. Саженец, ёшкин, а куда сажать, мест мало. Погоди, нам нужно побольше земельки и расширить как можно больше наш блок. Так, ну для того, чтобы нам что-нибудь посадить, нам нужна еще вода. А воды у нас с тобой нема. Ну, мне кажется, рано или поздно она нам сейчас должна выпасть. Блин, вот не прикольно по земле ходить, хочу, чтобы тут была зеленая травка, она выглядит офигенно. Подбирай лопату, ёшкин-матрёшкин. А это, а топор? Да, ну еще не успел скрафтить, слишком много всего хочешь. В смысле хочу? Хочу все и сразу. Нам сказали, что гравий падает вниз и нужно с этим что-то сделать. И что сделать с этим? Ну, нам нужно поставить под этим блоком еще один блок. Видишь, гравий падает. О, ведро воды. О, разлей водичку вот сбоку и я поставлю блок под блоком. Свиньяр! Тихо, осторожно, братан. А ты не двигай ее, ты же ее двигаешь за поп. Погоди, так давай, ну вот так вот. Так, ладненько, и подожди, я сейчас по-быстренькому. Офигеть, ты в воде еще не была. Погоди, не ставь землю. Зачем землю тратить? Мы могли бы поставить бревно. Просто доску у нас много, земли мало. Ну ты, короче, понял. Ну ладно, ничего страшного. Если что, потом заберем. Тут по факту. Но, по крайней мере, у нас теперь есть кремень. Но, господи, все такое реалистично, а у меня прям крыша едет. Ой, погоди, что написано? Нам написали, вы готовы к приключениям? И нам дали подарок. А интересно, как будет выглядеть факел? Не, ну выглядит, на самом деле, прикольно. Правда, огонь, мне кажется, не особо реалистичный. Вот факел, сам факел выглядит круто. Да, сам факел выглядит... Не, на самом деле, очень круто, мне это нравится. Так, и я предлагаю где-нибудь поставить вот здесь сундучок, в который мы будем складировать всякое ненужное и нужное. Я тогда еще сюда тоже суну. Опачки, так, давай, ломаем. И нужно сейчас максимально сильно расширять остров. Давай, я буду заниматься расширением острова, пока ты там копаешь. Давай, только, мне кажется, в априоре лучше делать из земли расширение. Блин, мне свинтус мешает. Так, мы из земли делаем расширение. Не, ну просто мало ли, я тебе сразу хочу об этом сказать, мало ли ты начнешь делать это все из бревен. Не, из бревен точно не буду. Нам в любом случае в один момент нужно будет подождать, пока разрастется травка, так скажем. Кстати, посмотри на глину, она выглядит как шерсть какая-то. Интересно, а как выглядит шерсть? Попозже узнаем. О, еще один пик. Пик, погоди, нам потом нужно будет сделать для них загончик, для пигов. Я хотел только что тебе это предложить, ты мои мысли что-ли читаешь? Нет, просто мы мыслим одинаково, сынка, мама. Нифига себе, ты, кстати, так реалистично копаешь, я не могу. Ты серьезно реалистично? Ну-ка. О, рели, прям как в реально... Ну-ка, покопай. Так, ладно, давай покопаю. Оп, 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 оп. Давай еще на шифте, вот так вот, тык, тык, тык. Ну да, кстати, похоже на реальность. Между прочим, выпал ломтик арбуза, нам бы с тобой... Погоди. Так, дай-ка я сделаю нам, знаешь что, сделаю нам мотыгу. Да, сделай нам мотыгу, у нас все-таки вода появилась, и надо бы сделать загончик для наших мега реалистичных трех свинюшек. Трех свинюшек, на самом деле, три не надо, но для того, чтобы быстрее их размножить, пригодится, пригодится. Так, я предлагаю верстак с полу-то достать, а то валяется неудобно. Не, на самом деле удобно, он в земле, он нам вообще никаким образом не мешает. Мне кажется, лучше вместо реалистичного дерева нашего поставить верстак. Посмотри на топорик и на пилу на верстаке. Ну-ка, о-о-о, вот это да, оно же блестит. Блестит, красиво, красота, ляпота, не могу, так, ладно. Я... Посмотри, сколько дерева у нас уже. Дерево-то у нас много, в этом-то и суть, куда нам столько дерева, потому что хочется как бы обычный мир. Ну, не мир, но ты понял, о чём я. О, морковь. Морковка, это мы посадим сейчас на грядку, давай грядка где. Погоди, у тебя земля есть? Сделай, сделай вот так вот, продолжение. Я же не буду грядку возле этой точки нашей делать. Ой, смотри, бульбушки на воде. Смотри, Фласка, как будто трава влажная стала, тебе не кажется? Слышь, риль есть такое. Камни появились в траве. Да камни и были там вообще-то. Ну, не важно, не важно, я просто наблюдаю, понимаешь, я наблюдатель по жизни. Копаю как можно больше зем... Фига, на здорово, ёшкин-матрёшкин. Офигеть, она больше свиней, прям как в реальной жизни. Так, давай уже быстрее вскапывай мотыга, я жду, стою с семенами в руках. Так я же сказала, погоди. Но вначале нужно расширить. Я же не буду это делать прямо возле нашей штучки. Ну, давай, уже хоть где-нибудь, я хочу посмотреть, как выглядит, и корова пинается чё-то. Понятное дело, у нас мест мало, а животные большие. Слушай, ну, на самом деле, ой, ну вообще фигня. Да, чё-то походу тут над текстуркой особо постарались, я разочарован. Да, хотя морковка, посмотри, или тыква, она выглядит реалистично. Погоди-ка. Ломтик арбуза, значит, делаю, а семена из одной тоже. Да, точно так же, как и с тыквой выглядит. Так, ладно. Закат такой красивый, прям я жёлтый становлюсь. Вау. Мы смотрим на закат в Майнкрафте, не могу. А иди, посмотри на носки, и мы красивые со стороны. Да, и мы красивые. Так, ладно, подожди, не отвлекаемся, нужно сделать загон. И факел, погоди, итак, факел... А, ладно, раз факел есть, тогда делай загон, а я пока что, накопаю как можно больше земли. Только правда, мне падает одна глина, на коеме столько глины. Да, причём она падает мне в инвентарь. А, чё-то темно... О, овца выпала. Подожди, овца? О, ого, как темно, и луна поднимается, смотри. Вау. Слушай, это выглядит очень красиво. Жаль, у нас одна овца, и поспать нам не выйдет, нам нужно ещё один факел. Да, и кстати, забор тоже довольно-таки реалистичный, ну в принципе оно и логично, мы же в реалистичном Майнкрафте. Блин, вот ночью, если честно, как-то не особо приколдесно, чё нам делать ночью? Да, так, ладненько, это, саженец, надо пересадить куда-нибудь. Как приманить их? КС, 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 КС. Погоди, они едят морковку, а у нас нет её, да? Да, и нам в идеале б железка какой-нибудь, чтобы овечку подстричь и сделать кроватки. Так это ещё рано, нам пока что выпадает только всё для бытия, понимаешь? Да, выпадает только всё для бытия, господи. А зачем нам столько глины? Кирпичный дом потом делать? Я говорю, я не понимаю, зачем столько глины нам выпадает. Ой, ты ударила свинью и показывает, о, две курицы. О, какие-то нереальные, смотри. И смотри, ты пнула свинку, и над свинкой показывается количество хп. Кстати, а ты заметила, что свинка в кои-то овеки выглядит не глупой, а нормально? Да, а курочки вообще красоточки, ёшкин-матрёшкин. Аааа! Кирола куда? Придурочная, я думала, она там всё, она в этот... Подожди, а попробуй тыкнуть одной, сколько у тебя семечек? Ааа, две, 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 две. Может тыкнуть на курочку, попробовать, может только когда ты её покормишь? Нет, 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 нельзя, ты шо, у нас семян-то мало, ты шо, нельзя их тратить. Ну одну посадим потом, просто вдруг она не идёт, потому что на неё нажать нужно. скрэйджи ты посмотри на то что я вскопала ты глянь где куда в воде отражение нашего факела с этой стороны посмотри так подожди а ну-ка реально прикинь какие мощные комплюктеры нужны чтоб все это работало походу у нас мощный разработает вода влагой покрылась и прям видно водичку ой посерединке а то что он освещает все аккуратно такая атмосфера когда сидишь у костра жаришь зефирки да тупо как скаутах бойскаут оба свинюшка поймана чат факел переносишь потому что не знаю что ты его поставил и дерево не такое красивое да о кстати листва какая-то странная листики вроде есть но выглядит странно угадать дерево то успела вырос и не был что-то много нам бы их уже поскорее куда-то загнать потому что трешня не место занимают да а чё свиньи любят пшеничку выращенную да слушай морковь кажется морковь не морковь это если с удочкой а ну да морковь только на тебя нравится я я забыл да еще одна корова слишком большие коровы аж ничего не видно да место не занимают треш так давай расширим как можно больше наш с тобой маленький островочек чтобы животные нам не мешали выживать да и я предлагаю с тобой сейчас достроить островочек и вот еще 26 земли и мы с тобой просто посидим и дождемся дня потому что от ночи уже я устал да что-то как-то плохо все видно неприятненько да короче ребят все мы с флажкой расширили а теперь ждем день наконец-таки день и посмотри на воду траву смысле на воду мы уже видели не на траву которая водой пропитана она такая красивая она вообще козырная очень мило выглядит лампа да и теперь нам хотя бы что-то видно потому что было максимально темно тыквенный дом можно себе сделать да тыква тоже очень красиво надо будет из этой тыквы сделать светильник джека а как нужен факел и тыквы и ножнички чтобы вырезать там дырточку а то есть нужно дырочка понял а когда мы уже попадем в этот в другой биом потому что одни деревья и так далее вообще мне кажется она работает как она типа появляется и там раз какое-то время написано мол погодите апгрейт а мы кажется этот апгрейт тупо проходим страну о здравствуйте так я предлагаю может две свинюшки зарубим у нас две уже есть в принципе да не все равно помирает потому что нас было их больше но молодец сложно а нет погоди нормально у нас оказывается одна загон фига когда успела так я же тебе говорю я загнал свинью в загон я не помню а когда ты успел это сделать я просто вот так вот она стояла вот там вот и я ее подтолкнул и запустил туда а понял потолку ну короче я не понимаю что у нас блок то не улучшается скрэч и давай ты там этот программист со стажем я откуда знаю ничего не пишет нам еще одна овца у блин теперь точно нужны ножницы скрэч у нас проблемы где-то овца у нас проблемы корова а не зашла овца капитулировалась с острова знаешь почему я грохнула сейчас овцу который я не выпала в шерсть короче из-за того что животные глупые они падают тупо вниз я сразу эту овцу как бы грохнула потому что смысл смысл ее беречь если она рано или поздно все равно возьмет и это но хотя посмотри у нас теперь эти коровки в загоне тоже коровка коровка это хорошо самое а где еще одна она что упала да да они что-то прыгают и прыгают слушай но есть плюсы смотри у нас пока мы с тобой говорили немножко разрослась вот эта вот зеленая травка это кстати офигенно потому что рано или поздно весь остров будет у нас рассаженный травой да позеленеет так ладненько еще немножко расширяем территорию вот самая проблематичная это загнать куриц потому что они самые послушные просто не мама мало меньше мест занимают понимаешь так давай курка еще одна курка скрэч я тебе еще одну курку подогнала блин они друг на друга отвлекаются и все так хорошо вообще по идее по идее по идее может быть начать делать какой-нибудь не знаю какой-нибудь дом например у дом точняк у нас дерево с тобой хоть папой жуй опыта жуй дерево вот всего остального не поп x нас много глины кирпичный дом но у нас нету печки да в этом минус мы походу ничего не можем сделать связанное с я рассматриваю дерево ну реально очень красиво выглядит я не могу мой красиво дом то такой купил я не земляной нормально кстати надо тогда землю заменить деревом ой упала но блин но не сейчас же у нас же нету дерева другого цвета в смысле березовое есть это некрасиво ты посмотри куда выглядит вот был бы она какой-нибудь тёмный дуб вот это выглядело бы не а мне наоборот со светлым нравится пол не могу ли красота ли по там ну если чё пол потом заменим да это шабы мы потом распределили где еда где блоки и так далее но тут блок дерна это кстати очень редкая штука при помощи которой мы потом озеленим какую-нибудь другую территорию и видимо это новый этап да наконец-то мы докопали скорее сколько у меня блоков над главой 207 207 а у тебя 100 это нам 300 блоков пришлось выкопать чтобы следующий этап наступил это офигеть я не могу с этой коровы она такая милая о подожди новая шахта наконец-то камень о я хочу короче каменный получи хотя будут ноги замерзать кстати ну камень я не советую мне кажется тратить много потому что это ценный ресурс нам нужно сделать печки инструменты тоже мне сказал так будто бы нам сейчас 300 блоков придется выкопать чтобы следующий этап начался так что не выпендривайся а это уголь подожди мысли где о уголь фига себе так давай тогда делай нормальную кирку смотри если отойти выглядит как камень обычный если отойти понятное дело потом ты подходишь и видишь тут крапинки да так смотри у меня для тебя подарок давай на нормальную кирку я знаю все все старое тогда пойду выкину топор иди возьми иди возьми топор да погоди ты шо у тебя шилов оп я все подобрала спасибо все уголечек копаем и а единственное что мы так быстро копаем не знаю может потому что вдвоем реально это же реалистичный майнкрафт вдвоем копать быстрее погоди серьезно по какого фига мы тогда до этого делали я не знаю подожди я сделаю печку мне интересно как будет выглядеть печка рыжня а можешь пожалуйста сделать лопату потому что здесь у обалдёжника все эту штуку нужно загнать по-любому открывай валитую калитку ворота они просто не выскочат поэтому давай обдавали скачат нормально да закрывай и сделай себе миску ладно я сделана плоско смотри я сейчас буду поджигать печку готова и как-то знаешь от от сверху отражается посмотри вот сбоку на нее на такая внутренняя прям копаем дальше давай вдвоем вдвоем просто офигенно копать чаем мисочку наберу так давай все копаем вдвоем опа опа кстати погоди нам что-то надыбало это еще диарит мы можем из диарита сделать себе пол мне кажется может быть будет нормально господи фласка у меня для тебя еще один подарочек статист наконец-то лопату давай копаем все давай копаем капец мы с тобой реально когда вдвоем копаем в сто раз быстрее это происходит надо было изначально так и делать да почему мы так не делали это можно зарубить так на сделать хотя давай просто сложим все в сундук для того чтобы понимать что у нас есть кстати скречи ты пока там говоришь сам сам он реалистичный он реалистичный подожди он дерется реалистично погоди а почему я бить не могла его не понял не знаю я топором убил ты видела как он упал реально видела почему резко стемнело и не по как почему я не знаю иди к факелу возле него и попрощаемся блин очень темно возле него может давай перед собой его хотя поставим ни чертани а где факел вот он короче ладно ребят я думаю на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск если он вам понравился то обязательно влебите лайк ну и конечно же подписывайтесь на наши каналы но с вами были фласочка искрыт всем удачи пока 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 я спать в дом не заходи хоть она не достроенный но не заходи ладно я посплю возле факела у меня хотя бы свет будет ладно я тоже хочу возле света